Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что смотрите. Геннадий Балашов на связи прямо сейчас. Геннадий Викторович, здравствуйте. Приветствую. Друзья, я прежде чем начать, всех приглашаю на канал Геннадия Балашова. Переходите, интересуйтесь, следите за прямыми эфирами. Ну и, собственно, подписывайтесь и ставьте лайки. Лайки — это наше всё. Но, как бы, это ещё не всё, с чем, собственно, пожаловали мы. Мне очень интересно, что вы думаете по поводу выборов главкома. Замену заложенному предлагает варианты даже рассмотреть. Марьяна Безуглая. Вот это уже очень интересный поворот. Многие в сети шутят, что давайте теперь каждого командира роты, командира взвода через выборы пропускать. Демократия такая в Украине. Ну, на самом деле, такое уже в истории было, да. В преддверии Первая мировая война, там начали выбирать старшин, начали выбирать комиссаров, начали брать под контроль войска. То есть нормальное, безграмотное отношение к армии. Демонстрация того, что Безуглая вряд ли понимает, куда она влезла. Что армия — это единоначалие, и здесь может быть только назначение. И здесь совершенно другая ответственность. Там убивают людей. И поэтому там бросают людей на смерть. А, соответственно, выставлять это на посмешище и устраивать выборы с предложениями. И обращаться к людям, которые в этом вообще ничего не понимают. Я не думаю, что ни ты, наверное, ни я мы не сможем выбрать главкома. У нас есть только отношение к определенным людям. Пока есть доверие к заложному. Это подтверждается и опросами, и его действиями, его бэкграундом спасителя страны и Киева. Поэтому я не знаю, зачем она это делает. Думаю, просто им там нечего делать уже. Или они не с нами, как мы все время это говорим. Многие там уже не с нами. А с кем? Не знаю, под каким воздействием каких химических веществ они находятся. Но иногда я читаю их высказывания, их действия, что они делают, их внешний вид. И я понимаю, что это люди... То есть они... Скомканные мысли, скомканные речи, скомканные посылы свидетельствуют о том, что они под чем-то. Зеленский в своем интервью сказал, что мы не отступаем, я доволен. И, по сути, дал старт, дал команду копать, старт большой фортификации. Что это означает по ходу войны? Это означает, что Зеленский в какой-то степени в нем еще не погиб человек. И он понимает, что, наверное, надо прислушаться к экспертам, которые говорили еще летом, что надо окапываться и устраивать линию, похожую на линию Суровикина. Я вчера в своем видео говорил о том, что... Я обращался к Зеленскому о том, что ему надо эту линию, нашу, с нашей стороны, назвать линией Зеленского. И обеспечить ее строительство как можно быстрее. Потому что на сегодняшний день оборона для Украины становится приоритетной с точки зрения сохранения людей, с точки зрения будущего. И Зеленский, если действительно хочет взять ответственность за эту линию на себя, то он должен назвать ее линией обороны Зеленского. Но это означает, что никакого отвоевывания территории мы наблюдать не будем в определенное время точно? Да, это означает... И я послушал выступление Столтенберга, который буквально заявил, что война непредсказуема, пошла по непредсказуемому характеру, имеет. И на сегодняшний день принимать решение, окапываться, сохранять личные войска или воевать до победы, до последнего украинца, это дело украинской власти. То есть в какой-то степени и Столтенберг перекладывает на украинскую власть принятие тяжелого решения. Вот этого разделения примерно 80 на 20. Что воевали, 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 и в принципе под контролем у России наверное останется порядка 20% территории, все, что за линией Суровикина. И атаковать это НАТО на сегодняшний день не может. Но я так понимаю, что НАТО и университеты работают над тем, чтобы все-таки обеспечить гарантиями ту территорию, которую сейчас контролирует Украину. Как вам кажется, вот это будет какая-то такая необъявленная заморозка всей войны? Почему не объявленная? Объявленная, ее могут объявить, ее должны были в принципе в октябре уже объявить о заморозке. И плюс морозы пришли, она уже естественным путем заморозилась. А дальше, я думаю, что сейчас ведутся переговоры во всем мире, кто участники косвенные или те люди, которые влияют на этот процесс, они подбивают и Украину, и Россию все-таки сесть за стол переговоров и во всяком случае перестать убивать друг друга. То есть заморозить конфликт. Но как бы ничего об этом не свидетельствует. Мы видим новые там эпизоды, связанные с жесткой мобилизацией. Слышим эти разговоры, что нужно всех пропустить через фронт. Но только получается через фронт оборонительный, а не наступательный. Как это меняет расклады для действующей власти, которая, ну, как мы видим, переизбираться не собирается? И четко было заявлено, что никаких выборов не будет. Проблема нынешней власти в том, что будет она переизбираться, не будет. Во всяком случае, закон они сейчас приняли, потому что пока военное положение выбора вообще невозможное. Это как минимум 14 февраля. И плюс 6 месяцев. То есть это где-то с сентября, октября возможный еще выбор. Но тут другой вопрос. Сам Зеленский с его свитой, они готовы принять на себя всю горечь поражения? Всю горечь заморозки конфликта? Все претензии погибших? Всю тот бедлам, который начнет твориться после того, как произойдет подписание некой угоды о заморозке конфликта и прекращении огня? Вот я думаю, что он бы, может быть, и хотел уже сбежать. Но я думаю, что ему не дадут. Запад не даст? Обстановка в Украине не даст и череда глупых решений. У него был выход пойти на выборы, но надо отменить военное положение. У него был выход раньше начать признавать реальность и идти на какие-то переговоры. Но глупые заявления в социальных сетях о том, что я не иду на переговоры с агрессором, мы будем воевать до границ 91-го года, распалили ожидания общества. И сейчас общество разворачивается к тому, кто распалил эти ожидания. И окружение-то разбежится, но вся горечь поражения будет на Зеленском. И ему сейчас надо скорее спасаться уже умными поступками. Вот один из таких умных поступков мог бы быть, это название разделительной линии своим именем. То есть это значит, что он не теряет контроль над обороной. И возможно ему надо уже признавать свои ошибки, как президента, как главнокомандующего, просить прощения у народа и двигаться дальше. Но уже менять свое окружение. Потому что мне кажется, он развел вокруг себя слишком много котов, которые питаются за счет народных масс и погрузили страну в коррупцию. Опросы показывают то, что люди недовольны тем, что Украина буквально загрузила в коррупции. Еще больше, чем было при Порошенко. И плюс война. Вы вспомнили Порошенко. А почему с ним так обошлись по поводу его невыпуска за границу, встреча с Орбаном, другом Путина, вроде как повод? Еще двоих депутатов не пустили, на вот этот вот десант из народных депутатов, который отправился в Соединенные Штаты Америки, помогать добиваться помощи. Да. А Порошенко как бы странное какое-то. Вообще странный спектакль мы увидели на границе. К чему бы это? Ни к чему это котское поведение. Можно применить слово котское поведение. Я сейчас больше склоняюсь к тому, чтобы изучать породу нынешних политиков, которые находятся у вас, с точки зрения кошачьей породы. И коты позволяют жить в доме хозяевам. В этом их отличие от собак. Собаки преданы хозяину. И в данной ситуации они решили, что они могут кому-то разрешать выезжать за рубеж, кому-то не разрешать, кому-то запретить вообще, кому-то приходить, кому-то не приходить. Это и есть котская политика. Слишком много котов развелось во власти Украины. По сути одни коты. И эти коты сейчас похищают людей, эти коты сейчас продаются, эти коты напали на предпринимателей, эти коты позволяют или запрещают другим политикам вести политическую деятельность. По сути это мелкий, ничтожный, гадкий, вонючий поступок по отношению к пятому президенту Украины. Вот так я это расцениваю. А то, что они себя так ведут, ну они себя дискретировали уже давно захватом всей власти в парламенте, в Кабмине, в администрации президента, вытеснению со всех мест других политиков. Но в результате все поражение ляжет на котов. И вот моя вчерашняя рекомендация была Зеленскому не только линию назвать своим именем, но и начать изгнание котов из своего окружения. То есть набирать собак. Собаки порвут котов и будет спокойней в государстве. Потому что на самом деле коты сейчас распоясались и проводят скотскую политику. Котскую политику. Поэтому такое дело вот с Порошенко. И с остальными политическими деятелями то же самое происходит. Это все, конечно, очень интересно. Интриги, вот эти все разборки. Но Путин-то не останавливается. Как остановить Путина? Путина как остановить? Путин сам остановится. Там, где его остановило оружие. По большому счету, Путин тоже не может особо двигаться вглубь территории Украины. И по большому счету Путин не так много Украины отцапал. На самом деле Россия показала всю свою немощь миру. И захватив 20% территории, конечно, можно бомбить мирных людей. Но все равно это рано или поздно надо будет прекращать. Да и сама линия Суровикина проходит так, что определяет где-то 20% территории. В общем-то война между НАТО, Америкой и Россией закончилась 20 на 80 территории Украины. Вот дальше российские граждане должны осознать, как они потеряли всю Украину за 20% территории. И доказали миру глупость большой державы, как бы явили вот то, что они сделали. Я знаю, что у тебя на канале много сидят людей, которые поддерживают путинскую агрессию. Но им послание такое – бомбить мирных людей, имея превосходство в живой силе и технике, напасть вероломно на соседнюю страну, более того, на страну, которая веками жила в одной империи вместе с вами. Это по большому счету говорит о предельной глупости правителей. – Ну, то есть, получается, Путин будет идти, да куда дойдет? – Да он уже дошел до линии Суровикиной, дальше ствол в ствол, никто двинуться не может. Ну, выпрямят Абдеевку, наверное. Ну, еще захватят какой-то террикон. Ну, а в принципе так, глобально, уже все. Ну, могут, я подозреваю, могут так для Астраски напасть еще на Харьков. Но потери уже такие идут, что смысла нет, все пристрелено. И с обоих сторон, то, что говорил заложный в журнале «Таймс», говорил о том, что стороны истощили свои возможности к активным наступлению. Поэтому в какой-то степени Путин уже остановлен. Ну, наверное, он там на внутренний рынок будет выдавать, что мы тут НАТО победили, мы тут не даем Украине приблизиться к НАТО. Но российские граждане должны понимать, что они на века потеряли Украину. Просто потеряли Украину. А Запад Украину приобрел. Как это будет дальше происходить? У меня подозрение, что гарантии будут даны. Какое-то прекращение огня будет подписано, пусть даже военными, а не политическим руководством. И дальше уже будет новый глобальный договор. То, что хотел Путин, да? Новый глобальный договор. Но не по границе западной Киева, а по линии Суровикина. Поэтому 22 террикона в награду Путину достанутся, если ему так земли не хватает. Что происходит сейчас с Приднестровьем? Многие подписчики заходят, интересуются и как бы видят какую-то угрозу вот этой территории. Было заявление от Европейского Союза, что в принципе ни Грузия, ни Молдова не является большой проблемой, что у них территориальные споры, территории вот эти. Поэтому можно их в принципе и принимать. Украины тогда как бы тоже все шансы для того, чтобы попасть в Европейский Союз. Но тема Приднестровья как бы опасна. Склады, провокации. Будет ли там какая-то вспышка? Как вам кажется? Я думаю, не будет никакой вспышки. Действительно, Молдову легко принять. Маленькая страна. ЕС может ее принять. Украина более большая страна и слишком коррумпированная. Сама не готова вступать в Европейский Союз. Но меня знаешь, что обрадовало? Меня обрадовало появившийся 16-страничный документ НАТО, которым Украине предложено выполнить очень слабенькие, маленькие условия для кандидатства в члены НАТО. То есть я так думаю, что в следующем году Украину примут кандидатом в члены НАТО одновременно с гарантиями на неоккупированную территорию. Вот как раз по линии Суровикина, линии Зеленского сейчас уже будем называть. Поэтому, если Зеленский назовет это своим именем и будут копать линию Зеленского, разделяющую Россию с Украиной, то в принципе можно подозревать, что где-то к саммиту НАТО, а это избиратель в США, там близко будет, это будет проходить в Вашингтоне, будет торжественный прием Украины к кандидатам члены НАТО. Ну, кандидат это не член. Ну, там гарантии зато могут на эту территорию распространиться. Несколько стран могут дать гарантии, вот как они давали Швеции и Финляндии, сразу получили гарантии о том, что если что, подпишется, ну, вступит в действие и в войну некоторые страны, которые подпишут эту угоду. То есть это не плохие уже будут гарантии, это не те гарантии, которые давали раньше, там, на бумажке. Это нечто более серьезное. Лукашенко отправляется в Китай. Его принимает Зиньцзиньпин и, ну, скажем так, официальная встреча на таком уровне. Тихо было от Лукашенко последнее время. Как вам кажется, собственно, Беларусь будет выглядеть при вот этом новом раскладе мироустройства при линии Зеленского? Ну, как и выглядело, жалко. Жалко, как всегда. Я послушал речь самого Лукашенко на встрече с лидерами по-климатическому. Он говорил о том, что надо не допускать войну. Он говорил о том, что страны развязали войну, а война приносит большие экологические проблемы. И надо этого не допускать. Совершенно упуская простую вещь. Ты через свою территорию запустил войска России на территорию Украины. То есть ты пособник России. Ты жалкий человек, который под вассальной Российской империей и особого значения, как отдельная страна, не имеешь. 9 миллионов населения, которое пикнуть боится в сопротивлении России. Да, она существует как независимая страна, но, по большому счету, абсолютно вассальная России. И он жалко выглядит, как что бы он ни говорил. Понимаете, когда вы говорите о том, что, в принципе, да, пускай даже юридически не оформляя, юридически, конечно, Украина целостная и неделимая, но с линии Зеленского есть перспектива вступления в ЕС и НАТО, как-то это все чем дальше, тем туманнее выглядит из-за ситуации на границе, которая с соседями, членами НАТО сейчас происходит. Бикеты, забастовки, вот в Польше собирают проукраинский митинг против правительства, которое как бы ничего не предпринимает из-за блокады границы. Как вам кажется, ну, нам же четко дают и демонстрируют понять соседей, что они нас не хотят? Нет, они не это демонстрируют совершенно, они говорят о том, что должны быть равные условия в плане перевозок. И если кто-то пользуется войной, украинские перевозчики пользуются войной в том плане, что демпингуют с ценами, а мы знаем, что для европейских перевозчиков существуют определенные тарифы, определенные запреты, ограничения, экологические нормы, то для наших водителей и дальнобойщиков этих норм практически не существует. И поэтому они сильно демпингуют, особенно с попутными грузами. Таким образом они наносят ущерб местным перевозчикам. Да, они взбунтовались, вышли. Хорошо или это плохо? Это притирка. Это никакой вражды здесь нет, военных действий здесь нет. Это притирка экономических интересов. И надо не забывать, что страны Восточной Европы, они же еще недостаточно перешли тоже на европейские стандарты, на это еще потребуется много времени. Поэтому наберемся терпения, развяжут эту ситуацию. Она плохая, много людей пострадало, пару человек умерло в очереди. Но это не тот вопрос, который вносит действительно раздравь между государствами. Между интересами экономических субъектов, да, есть проблема с перевозчиками, как и с зерновой сделкой. Есть проблема демпинга цен в силу того, что Украина очень дешевая страна, с дешевой рабочей силой. То есть фактически рабская страна, которая продает исключительно свою дешевую рабочую силу. По сути у нас Зеленский этим и хвастался. Приезжайте к нам, у нас дешевая рабочая сила. Но вот дешевая рабочая сила оборачивается тем, что против нее бунтуют соседи. Эпизод такой произошел в российском городе Иркутск. Там, ну скажем так, погиб парень, да, 15-летний, его зарезали. И как бы группа, собственно, малолеток это сделала. Там вышел такой некий сериал, да, вот «Слово пацана», «Кровь на асфальте». И, собственно, многие связывают именно с этим сериалом вот этот вот, ну скажем так, как пытаются копировать героев, пытаются там копировать эпизоды. Такая достаточно тяжелая история. Следствие потом позже сообщило, что никакого отношения к сериалу этот случай, там вот этого убийства не имеет, но как бы обнажилась вот эта проблема, достаточно серьезная проблема популярности среди молодежи, ну вот этой вот бандитской романтики, вот этой, скажем так, этого призрака, да, 80-х, 90-х, того времени. Такой скелет в шкафу наших постсоветских народов. Почему я объединяю и говорю «наших»? Потому что в нашем сегменте TikTok, ну это тоже очень популярная история, там цитаты берут, там видео, звук оттуда тоже распространяют. Что вы думаете по этому поводу? Почему условно времена вашей молодости так заразительны для сегодняшних молодых людей? Ну, наверное, потому что есть преемственность поколений, и когда в плохом состоянии находится государство, а оно находится в плохом состоянии, когда молодежи нечего делать, она не может никуда приткнуться. Я вспоминаю свои 70-е годы, мне было лет 12-13, вот та же самая ситуация у нас была в Днепропетровске. Это в Украине, тогда еще Советский Союз. Мы собирались толпами, группами на улицах, мы были предоставлены сами себе, наши родители были на работе, и огромное количество бродячих, так скажу, детей могли собраться в толпу человек 200 и пойти кого-то бить. И все это вот под такие же самые лозунги «наших бьют». Это говорит о плохом состоянии экономики и незанятости населения. Это говорит о притече изменений. Мы как знаем, что 70-е закончились, и в 80-е начали умирать лидеры. Будем считать, что это притеча того, что скоро будут лидеры кремлевского серпентариума подыхать. И они будут подыхать один за другим, потому что идет смена поколений. Будут ждать уже 50-летнего правителя страны. Возможно, уже начнутся реформы. Потому что и Россия, и Беларусь, как и постсоветские страны, и Украина нуждаются в экономических преобразованиях. То есть в уменьшении влияния государства, а значит чиновничества, а значит крупных корпораций доморощенных олигархов на жизнь людей. Люди остаются в таких странах незанятыми. Вот они и объединяются в толпы малолеток. Куда распространяется больше воровская культура и наркотики. Это приведет к трагическим последствиям страну. Елена Зеленская, у нее прям такой, как вам сказать, линия, да, вот можно проследить ее заявления в разных изданиях, в разных проявлениях публичных относительно второго срока Зеленского и похода снова на выборы. В общем, то она как бы сомневалась, то говорила там, ссылаясь на мнение общества некоего. Сейчас она, ну, более-менее категорично сказала, что она не поддерживает, чтобы Зеленский шел на следующий срок и говорит, что, ну, когда все закончится, да, вот военное положение, там будут новые выборы, мы придумаем, чем заняться. Вот это, кстати, очень интересный момент. Чем будет заниматься Зеленский, когда условно все закончится, и надолго ли он будет в этом состоянии, ну, скажем так, доигрывающего президента находиться? Вообще непонятно, когда, что и как, и сколько еще продлится дополнительное время Зеленского. Я думаю, что жена знает точно состояние своего мужа. Я думаю, что в этих разговорах с супругой Зеленского проскальзывает то, что Зеленскому нельзя, что у Зеленского, наверное, пошатнулось здоровье и психологическое состояние, и что ему придется до конца своих дней приходить в себя от того, что с ним произошло, что он допустил стратегическую жизненную ошибку, пойдя вообще в президенты из актеров, не имея образования, не имея политического бэкграунда, не имея команды, не имея даже цели. Просто захотел стать президентом. В результате эта некомпетентность привела не только к войне, но и разорению граждан Украины. А то, как он сейчас самоустраняется, относящийся, прячется за смартфон, говорит о том, я неоднократно говорю, что он не с нами. И Зеленская, наверное, это видит. И ее намеки на то, что, наверное, надо сворачивать эту лавочку. То есть уходить из политики. И вся эта кота-база, или сообщество котов, которых навел в высшие эшелоны власти Зеленский, должна бежать вместе с ним. Некоторых порвут собаки. Пусть Саакашвили. Вот это очень прослеживается, что вся эта команда будет бежать куда-то за рубеж. Не знаю куда. А любая попытка вернуться приведет к тому, что самого Зеленского посадят к Саакашвили в тюрьму. Как вы относитесь к вот этой таинственной истории с избиением Дубинского в СИЗО? Странная история. Да, странная. Вроде бы он, вроде говорит, били. Потом полиция Киева. Почему-то полиция Киева говорит, да нет, это все фейк. Ну, разные источники под Утраном. Самое интересное, что там два пункта есть. Я как сиделец этой самой тюрьмы, примерно представляю его злоключение. И он в своем послании написал, что его ночью неожиданно подняли и перекинули в другую камеру. Это принято в Лукьяновском СИЗО, когда ночью могут ворваться люди и сказать, там, Дубинский на выход, с вещами, и перебрасывают в другую камеру. Именно это описал в своем послании Дубинский. Правильно? А дальше мы смотрим, что полиция должна была зафиксировать, а факт переброски ночного народного депутата из одной камеры в другую был или нет. Нам это не сообщают. Второй тревожный аспект, что скорая помощь, которая приехала через много-много часов, она все-таки зафиксировала гематомы на лице и синяки на мягких тканях. Что предполагает, что кто-то его пинал. Так вот, меня интересует один вопрос. Переводили его из камеры в камеру ночью? И если да, то это подтверждает избиение. А если они не зафиксировали этот перевод, потому что я в отчетах ни полиции, ни СИЗО не увидел, перебрасывали его нет, только со слов Дубинского. Вот это самый главный вопрос, который для меня пока непонятен. Я сам находился в этом СИЗО 21 день, правда, я был в платной камере, что рекомендую сделать и Дубинскому, а также рекомендация та, что там есть четырехместные камеры, надо проситься туда. Потому что в двухместной тоже скучно, она слишком маленькая. Но в его положении надо сидеть в платной камере. Ну, просто понимаете, какая очень интересная коннотация всего происходящего. Вроде бы как Дубинский объявлен агентом Буратино, сидит за госизмену. Получается, что побили Дубинского, побили вроде как госизменника, который Украину предает. Значит, уж не такие уже плохие люди побили. И мотив достаточно. Нет, дураки могут думать как угодно. А Европейский Союз на это будет смотреть, как на ущемление прав личности. Во-первых, судом не доказано, он госизменник или нет. Во-вторых, кидать на общак народного депутата Украины, это пахнет плохо. А если Дубинский, используя эту информацию для Евросоюза, он неплохой пиарщик, закидывает через адвокатов, что он же оппозиция, по большому счету, сейчас власти. И что он же говорит о том, что эта власть дала поручение его избить, перебросить другую камеру. И это плохо пахнет, и он это прекрасно понимает, плохо пахнет для Европейского Союза. Вы собрались вступать в Евросоюз, а вы избиваете в тюрьмах оппозицию, которую вы обзываете изменниками. Но изменниками и тебя называли, и меня, и Порошенко у нас изменник. У нас все изменники. Все, кто не разделяет позицию банковой, все изменники. И Дубинский прекрасно это обнародует, и прекрасно пользует это. Но они, когда его сажали, они думали о последствиях? Вот мы можем спорить сколько угодно, но я сомневаюсь, что он шпион. Ну вот, в силу того публичности. Да, он любитель денег, да, он брал деньги за и платные репортажи, и наверняка за эту пресс-конференцию. Но шпион он, он же все-таки народный депутат. Он сидел за столом Зеленского, он от слуги народа. Пять лет они не замечали шпиона. А потом его внезапно бросают, арестовывают СБУ, но сажают не в СБУ камеру, а на Лукьяновское СИЗО. Короче, там целая череда Санта-Барбары. Я не могу ничего сказать плохого о Лукьяновском СИЗО. Там хороший коллектив, там хороший руководитель. В принципе, они не допускают беспредел на своей территории. Менты там, конечно, пытаются туда влезть и устроить беспредел. Но хороший, здоровый, доброжелательный, я бы даже сказал, коллектив Лукьяновского СИЗО. 21 день моего пребывания там были пропитаны лаской и любовью. Ну, платные-то камеры, конечно. Ну, какая разница? Это все равно железяка. Ну, люди просто не знают, что такое платная камера. Это очень маленькое помещение. Две койко-места, там нельзя одному сидеть. Вдвоем сидишь, тебе кого-то присаживают, тоже платника. Но у тебя хороший душ. Она более-менее чистая. Ты ее не убираешь, приходят убирать. У тебя есть кухонка. Не кухонка, а такая, место, где можно приготовить еду. То есть, самое же главное, это отношение персонала. И когда персонал, в принципе, улыбается, а там женщины улыбающиеся, они красят глаза, подводят брови. Ну, в общем-то, никакого насилия, во всяком случае, по отношению к себе я не ощутил. Во что может вылиться эта история? Вот чем закончится? Да ничем. Когда-нибудь Дубинский выйдет и будет ненавидеть прокуроров, Зеленского еще больше, всех, кто его туда заправторил, вот оно чем закончится. Как и многие пострадавшие от этого режима, будут их страшно ненавидеть, а когда они ослабнут. Вот Саакашвили же ведь тоже сажал людей по беспределу. Забирали имущество, выгоняли из страны. А потом, в результате того, что народ устал от этого бедлама и беспредела Саакашвили, пришел его оппонент к власти. Теперь, когда Саакашвили приехал в страну, сел на 6 лет. И грузинские власти настолько злые на него, что говорят, он не выйдет. Он выйдет через 6 лет, пусть сидит. И он сидит. И как бы там мировое сообщество не кричало выпустить права человека, он сидит за то, что избивал студентов, отжимал имущество. Короче, вел себя как беспредельщик. По сути, Зеленский сейчас тоже со своей котячей командой ведет себя как беспредельщик. За это будет наказание. Они не завтра, через полгода, через год, через два, через... Но они же молодые. К ним наказание придет. Зубинский – это один из эпизодов тысяч пострадавших от них, десятков тысяч уже сейчас пострадавших от них. Но бывают и статисфакции приятные. Вот вчера, например, арестовали судей у нас. И там есть такой судья Слива, называется. Он тоже взят под стражу, как взяточник. А этот судья Слива долго выносил по мне решение, чтобы меня выпустить, а потом так принял решение, что не могли прочитать в Лукьяновском СИЗО и меня не выпускали. А когда к нему пришли и попросили напишите разъяснение, чтобы они выпустили Балашова из СИЗО, он сказал, да пусть еще одну ночь посидит. Что тут такого? Вот теперь я должен сказать и радостно сказать, а что тут такого, если он присядет лет на 10 и ощутит на себе счастье каждого дня, проведенного в СИЗО. Вот судья Слива, который затягивал процесс со мной. Ну, Бог существует, Бог шельму метит. Друзья, спасибо большое, что досмотрели из этого места. Напишите, что думаете вы. Геннадий Викторович, такая очень интересная, беспрецедентная, хотя уже во многих регионах проходившая, прошла акция в Киеве, возле КМДА, на Майдане, выходили родственники, и требовали как бы каждый из своего, но в целом там, да, и родственники пленных Азовстали, и родственники срочников, там, люди, которые требовали обмена, демобилизации. Ну, так, картинка такая, такая достаточно нетипичная для военного положения. Как вам кажется, вот что это за процесс, это как бы природно сформированный или политически обусловленный как бы момент движения? Любое недовольство масс, любое несправедливое поведение на сегодняшний день государства по отношению к граждан, а так как слуги народа захватили всю власть, и Зеленский захватил всю власть, он узурпатор, будут претензии. Будут ли они подпитываться соседними государствами? Конечно. Будут ли эти движения финансироваться безусловно? Сейчас более того будет происходить. Вокруг залужного будут складываться все политические силы. Захотят участвовать с залужным в свержении этого режима котячего. То есть фактически сейчас, если образно говорить, применяя собак, то сейчас будут голосовать скорее за собак, чем за котов. И вот эти люди, которые сейчас требуют справедливости. А требование справедливости, когда появляется, это Майдан. Потому что Майданы собираются за справедливость. Майдан 3. Многие цели, Майдан 3, да. И то, самый большой страх для Зеленского, это сейчас Майдан 3, он будет за справедливость. Обиженные военные, покалеченные обиженные, обиженные вдовы, обиженные дети-сироты. И это все будет подпитываться богатыми политическими силами, с которыми разругался напрочь Зеленский и его банда котов. И вот это сейчас будет происходить. А что они ждали? Что забрав, узурпировав всю власть, не наступит ответственность? Она наступит. Нельзя забирать всю власть. Надо всегда, особенно во время войны, искать и правительство. Вот я вчера в своей передаче задавал простой вопрос. А кто довел до того, что главнокомандующий Зеленский ругается и нарушена коммуникация с командующими бойсками Залужным? Это же его коты довели до этого. И они продолжают нападать, эта кошка безумная, на Залужного. Поэтому возмездие, вот мы вспоминали Дубинского, и Дубинский когда-нибудь выйдет и с удовольствием примет участие в движении против Зеленского, дабы отомстить. месть будет людей, которые пострадали от этого режима котячий. Балашов будет мстить? Я не знаю. У меня уже 62 года, и месть для меня не является приоритетом. Хотя следить за наказаниями с удовольствием буду. Если это меня не будет напрягать, в какой-то степени сейчас уже происходит. Я думаю, те люди, на кого я влияю, кто меня слушает, то они прислушиваются к порочности власти. Когда я людям рассказываю, что это коты захватили власть, и они вас грабят, люди к этому прислушиваются, у них меняется мнение. Сейчас очень ценные люди, которые могут свободно высказываться. Мне повезло, что я нахожусь на океане, и могу отсюда свободно высказываться. Потому что Дубинский показал, что внутри страны высказываться нельзя. Поэтому мы уже принимаем участие де-факто в просвещении людей по поводу кто вами управляет вообще. И управляют ли они вообще, или вас грабят. Да, Геннадий Палашов был моим собеседником сегодня. Благодарю вас за ваше время и ваши мысли. Спасибо. Вот. Друзья. Добро. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что посмотрели видео. Поднажмите на лайки. Берегите себя и друг друга. Увидимся обязательно. Добра и света. До скорого.